Важность для Гомеля от того времени, как самоназва нашей страны уже была и крутилась вокруг слова Беларусь, белорусский, от часов БНР. Добрый верш, который написал Олесь Дудар в середине 20-х годов, а тогда, напоминаю, Гомель вернулся и снова стал Беларусью только после другого взбойнения в 1926 году. Был добрый верш, потому что Дудар походил из Гомельской области, а он походил из Полесья. Откуда Дудар? Дудар с Петриковского, по-моему, районная. Но тут же такая хитрая штука, что он же поляшук, и это все-таки мысление у людей, оно разница. И почему сегодня, например, Горват живет Мазырщиной, а не Гомельщиной, потому что это нормальный, натуральный, ментальный склад, потому что люди живут в своем ареале по реках. И поляшук, и они уже одна с крыху так, как бы, адресанные. Ну, мы сябруем, и тут в одной Гомельской области, но мы все ментально идем по сажу и вдоль Днепра. Там Рогачев, то бок, как не ведаю, когда сказать про творцев, как сбоку вот мне подается, как житевый шлях Мельникова, так само, и он таки бурлак днепровский, как и зорши до Гомеля туда-сюда тягая, вот себе свои думки и у вас на свой лес. И он таки подняпровский, так, спевак. Ну и каратей. Поляшуки завжды так само давали джазу, и мы их вельми любим, и ими натхняемся. Как и сегодня Гормотом, как и из Мазырщины, и как и вельми добра у Рызоне в весь Бомонд. Это вельми классное здоровье, как для меня и для всех думающих людей, потому что люди, некоторые десяти годами сидят в Европах на разных мероприемствах и придумывают белорусам национальную идею, а тут хлопец сельской хаты стал писать в Фейсбук, и это отгукнулося людям. И натурально, что воспринимается это богемой вельми дренно, потому что не они это сделали, и это вельми смешно. И они сейчас скажут, ой, ну это просто дренно, это просто не литература, и это тое, что это дыло нулевое, и это те ровно закидоны, которые я вижу и чувствую в бок гомельских литераторов. Просто, когда кто-то про кого-то говорит, что это дренно, это не тое, ну первый раз это чувствую, ты слушаешь и скажешь, окей, такое мероприятие человека. Когда это переходит на третий десяток уже, люди десять, двадцать, тридцать разов скажут, что нехто это не тое, ты разумеешь, что на самом рач, ну чему им так муляет, чему они не могут успокоиться. Когда это не тое, то вот что вы про это у вас на весь час скажете, чему вы не можете это пережить. Тому нашим полезским братам с Мазырщины ширый респект за тое, что они есть, и гомель побачь. Мы вернемся до Дудара, да? Да, да, и вот другие поляшук, которые мощно не наткнули свою постатью, свою и так само вот этим правдорубством, нескоронностью и эмоционностью. А лезь Дудар, ось ягонный верш про гомель. Запляти золотую косу, выйди у сад, и в ясне поклонись, можа вспомнить былую красу, листопада пожелклые листья, запляти золотую косу. Дни и ночи развеюць туман, на болоты, на росы развеюць. Сош и гомель, краина моя, поглядзи, як зара ружавея. Дни и ночи развеюць туман. Так было? Дык, цеж будзе так? Чуя песни и каски чуя, бачуя твоих рексинь и сталь, думал думу с тобой золотую. Так было? Дык, цеж будзе так? Проспали праз низины и узвыщи, праз кудлатою синь лясоу. Бачу, як навальничить вышел с берагов круторогих сош. Проспали праз низины и узвыщи. Ветер, ветер, рабиновый сумм над старым, над чужим и над новым. Запляти ж золотую косу, выйдя у поля споткаться звясною. Ветер, ветер, рабиновый сумм. Сош и гомель, краина моя, песням шир, полынам раздольле. Разольюся песнями я про свою неопетую долю. Сош и гомель, краина моя, запляти золотую косу, выйдя у свет и весне поклонись. Можешь вспомнить былую красу, листопада пожелклые листья. Запляти золотую косу. Олесь Дудар. Олесь Дудар. Лавио. Спасибо nenей. Продолжение следует...